добрый вечер а чем вообще о чем придется какие какие темы удается развить да такие я вас знаю тем более привет вам донбасс как у вас дела ну пока более-менее нормально бывает пролетает у нас вот когда этой неделе женщину ранили но это одна прилетела и доля случая такая получилась на трудовский а как там такого как скажем в начале года не было но опять же может в любую минуту не точно застраховка слушай а как-то у вас как там я что-то слышала что у вас типа мобилизация да там всех как бы ты знаешь какая фигня у нас я же из молдавии вот буквально сегодня там я тоже читают эти всякие чаты там перенестровье тоже как это мобилизация странная ну сейчас вот это вот не пойми что там они все ждут в чем что в штатах чем закончить а там уже понятно чем кончилось один пришел все нормально назначили президента уже назначили все нормально может попытается россию качнуть ну неспроста же это все она вокруг российской федерации сейчас со всех сторон она вы думаете я я думаю что и карабах по большому счету россии он сейчас не в жилу ну там уже отказываться нельзя а надо было делать свои дела а мне кажется наоборот очень даже в жилу ну то что они там сейчас находятся что их не контингент понятное дело они себя рейтинг этим очень сильно поднимают я например очень переживала по поводу у нас выборы в молдавии да и вот это наша которая пришла таки к власти сарасенок это до дамска дама дама сарасенок вот она таки добилась типа зеленского вот такого плана понимаешь человек а вот риторика у нее была очень такая странная по поводу приднестровья знаешь я думаю а не дай бог вот не дай бог понимаешь кому-то стукнет голову то и меньше понятно что не ей кто на такая решает не зеленское марионетка понимаешь вот тем силам которые стоят за этими людьми которые стать запущене а нам которые стояли понимаешь которые стояли за этим зеленским то за запорошенком за вот этими всемош district селек понимаешь которые деструктивные которым очень надо беду сотворить очень честно у нас начнется опять толкотня начнется у вас нет такого знаете если человек с преднестровья приехал его там арестуют у нас никогда не было у нас не было столько смертей у нас не не так как у вас понимаешь у вас уже реально ну столько людей столько вовлечено в это у нас мы что во первых это было 30 лет назад это первое до 1000 человек ну согласись очень быстро быстро они успели не успели друг друга возненавидеть понимаешь а здесь мы извините уже семь лет практически вот у меня там где я вот именно живу у меня до кахло вон два километра от дома 1900 1900 метров и в принципе на крыше залазишь дуле можно тыкать поэтому такое дело вот где я живу но это поцелок родовский петровский ролик я вам скажу так я здесь ни одного человека не знаю который бы даже те люди которые ездят туда пенсионеры за пенсию никто не в сторону украины они ездят потому что они заработали они платили налоги им обязаны ты понимаешь там в преднестровье такая же фигня у нас хоть и общение хоть и все хоть и все знаешь вот они вроде как на на уровне вот таком вот но только попробуй скажи им присоединение к молдове и все стают на дыбы хотя в общем то прекрасно все ездят все общаются все и у меня семья пополовину вот мои двоюродные сестры там живут моя вся родня там живет в преднестровье уже а я здесь с этой стороны да получается я даже когда помню дядька еще живой был я как-то заикнулась доль может твои к нам уже присоединимся будем уже опять вместе как типа семья чтоб ты мне бешите гадость не казала чтобы я бешите гадостью ничего ухать и усвоить понимаешь хотя мой родной дядя вот настолько понимаешь не прием не прием не приемлемость такая я тебе тоже могу сказать такое у меня есть родственники которые той территории воюют за нас а есть такие что они до такой степени меня считать что я сам себе по себе стреляю что мы сами себе до сих пор в эту чушь верить если такие у меня никогда такого в семье не было потому что у нас семья была скажем так это не родные это троюродные с той стороны остались с этой стороны тоже есть двоюродные троюродные знаешь между ними но все равно у нас как только началась эта вот история люди у которых в семье это ли там и там родственники да они вообще были не то что нейтральные они как-то старались это остановить может быть поэтому действительно и не разгорелась знаешь потому что много было семей вот такого плана и все знаешь против стали против этой войны против у нас и демонстрации были у нас и люди реально не хотели в армии шли понимаешь у нас очень много очень большую роль сыграли сыграл коломольский еще в этом потому что он собрал первые добровольские батальоны отправил на донбасс они ж первые тут звездилей в лаваске вы звали на получать поэтому днепропетровск это самый упоротый город чем украина им уже не отступишь это его водчина это как бы его там знаешь такое как же еще война когда начиналось много же было непонятно с обеих сторон чем закончится что она будет просто коломольский под эту дутку скорее всего хотел прыжать а ну у рената активы в основном донбассы были да хотел прыжать я сейчас батальона заведу прыжну активы ахмета и прыжну его прыщи все равно между собой какие-то терки были это бабки не ходили я сейчас если чисто щерых украинцев то я в польшу выхожу их там с 10 человек восемь я вчера тут сидел с женой этот кишки рвать и патриот какого-то хрена в польше делать обижают обижают они за это там стояли пока что за это сейчас посмотришь да ну по большому счету нам в украине осталось а население может 28 миллиона больше просто нет и взяться нет а было сколько было вот на выходе 402 402 половина почти половина очень много да по отлетела потому что ну смотри убери крым 2 миллиона грубо говоря ну там вот эти плюс-минус 200 тысяч почти вот на данный момент почти 4 миллиона это донецка луган это 6 миллион миллиона 3 в россии за рабича 6 и 39 и до 5 миллионов в европе вот тебе 14 миллионов минус 42 28 а еще считает сколько не родилось ну естественная убыль плане смертность превышает это это если взять грубый подсчет ну 28 миллионов половину половину народу потеряли скажем так не половину одну третью часть если так даже если посчитать то я думаю что половина выйдет а как вот как они хотят создавать свое государство свою экономику когда вся рабочая сила адекватная уехала кто будет кто налоги платить будет я не понимаю что для чего столько людей на чем работать для того чтобы там выращивать зерно то столько народу не надо не нужны люди в стране потому что экономики нет ничего нет это не нужны поэтому их популивают я вот это един смотрю по украине специального короче смотрел их то как зарабатывать как ни крути вот мариуполь остался под ними это единственный город из таких не областных центров как самых больших городов западную вообще не беру там работы по большому счету и более менее хороший захват хотя это не областной центр в украине нет таких городов районных которые зарабатывают как в областных на мариуполе он что и промышленные ну там много много производства много всяких завода уже закрылась осталось и рабочих всего два и порт ну я не скажу так что украина без вас без вашего региона это сельскохозяйственная фигня но банановая республика ни о чем вся промышленность то все равно вы в этой стороне у вас тут есть у них просто они это все промышленность вот эти шесть и семь лет практически они же сами угробили позакрывали харьковские заводы запорожье в днепропетровске кровой рог это довольно таки тоже не промышленные там есть это все они просто поубивали все эти заводы сейчас правильно так и сейчас продадут землю пройдут папуасы с батугом и будет хохол стоять и над ним папуас ну блин ну аж ну шо ну я по-другому просто этого не понимаю победа мы землю свою продали и ох твою мать дурачи да историю посмотреть наши предки всегда воевали за эту землю чтобы она иметь эту землю а не продавать кому-то это кому скажи бедные предки там как пропеллер и в тех гробах крутятся вот так они их там еще встретят то если кто верит загробную жизнь то там будет конечно весельем а сколько либо переобувалась до 14 года все ходили на парад 9 мая может мне кто-нибудь скажет может не ходил порошенко с георгиевской ленты может зеленский не ходил с ней ходили и и тот и тот а теперь колорадскую ленточку нашли дурдынды блин это я прикол в одноклассниках видел сидит зеленский возле этого над гробе от своего дедушки и спрашивает у дедов дед я говорит украинец или евреев пидарас то говорит вова ну это так написано понял типа не общаются между собой плохом смысле этого слова ничего он так у это белая облака тут вообще швазелин ему выдает благотворительный фонд шоу тут молоча я часто у него там сижу смотрю стримы мне нравится да я тоже к нему закажу я с ним общался такой на приколе молоча для чего у вас мобилизация ладно но не то что нет не мобилизация приднестровье этом читала что типа учения да поэтому там вот призываешь они то они будут производить приднестровье учения какие-то я слышал что какая-то мобилизация а какая что не в молдавии а именно приднестровье я вас услышал это вот смотри могли бы такую же самую комитет устроить в беларуси только беларуси украина не вывезла такого порвали да если украину порвали ну естественно она насколько больше в украине есть ресурс за счет этих ресурсов она хоть более менее вот это вот концы с концами а в беларуси таких ресурсов нет он армяне дозвездились на российской федерации нате получить распишите сами виноваты в азербайджане 90 русскоязычных школ в армении ни одной начали же базы российские с армении играть насколько я понимаю с армении да там что произошло вот я так смотрела краем глазу этот пашинян до пришел он конечно на такой блатной волне знаешь такой вот он объединять всех армян у него значит была такая фишка объединить всех армян мира поэтому все перри перешли все срочно на армянский язык знаешь чтобы не было никакой дискредитации то есть типа есть много армян русских да а есть ну которые говорят еще плюс на русском языке а есть много армян которые говорят еще плюс на английском языке а есть много армян которые говорят там плюс на французском ну грубо я так говорю да они повторили ошибку украины и вот он и вот я так понимаю что у него была попытка именно диаспорально всех знаешь соединить всю диаспору чтобы вот ну как бы все принимали участие в Армении и говорить только на армянском языке. Ну, не выделять, типа не выделять никого, понимаешь? Никакую диаспору, а именно вот как бы попытка. Эта попытка, в принципе, ну, как бы провалилась, скажем так, потому что нафиг никому не всралось, понимаешь? Государство ведь не в диаспоре дело, дело в государстве, понимаешь? Тут диаспора, допустим, даже молдавская диаспора здесь, в Молдавии, да, она может сколько угодно здесь плясать, но отношение Италии к Молдавии, свое будет, понимаешь? И диаспора никак не повлияет, понимаешь? Каких бы оно здесь не было, как говорится, перспектив. Ты меня извини, мне сейчас звонок в скайп, надо записывать ролик. Я выложу, да? Я лицо закрываю? А ты что, вылаживать будешь? Ну да, поговорили, нормально. Я лицо закрою, да? Да, можешь не закрывать. Не закрывать? И правильно, нефиг уже вот это вот, в конце концов. Свобода слова? Значит, свободное слово. Хавайте полная ложка. Как говорится. Но самое интересное, смотри, в диаспоре в Армении живет армян 2,5 миллиона, а самая большая диаспора армянская находится в США и в России. И как они будут разговаривать в Штатах или в России, на армянском? Вообще, я, например, я сейчас считаю, что должны решать судьбу Армении те армяне, которые живут в Армении. Никакая не диаспора, понимаешь? А как вот, у нас точно так, извини меня, какого хрена, тут кто-то будет за меня решать, что будет... Да, да, да. Так же, как у нас сейчас, вот эту майку Санду, нам выбрали те гастробайтеры, которые работают в Европе, понимаешь? Вот они нам, молдаванам, выбрали, блядь, президента, понимаешь? Вы уже сколько в Евросоюзе? Ой, с 2009 года. Ну как, полегчало? Да ты шо? Вообще класс! Европейцами стали, видишь, как вы тоже хотели. Ой, мама дорогая, ладно, все, держи, держимся, давай. Держи, держимся. Хорошая работа. Держи, 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 держи.